девчонки всем привет с вами яна записываю коротенькое видео отвечаю на вопрос мои отношения с персонажем повлияли ли на мой круг общения общее количество людей в принципе с которыми я общаюсь она не поменялась у меня с детства две подруги с которыми я очень плотно тесно дружила и у меня есть остальное это просто как вот знакомые да там кумовья или еще что-то я могу сказать так с одной подругой отношения у меня полностью разрушились вторая подруга осталась со мной на моей стороне как так произошло постепенно либо какими-то бросами информации либо допустим что еще любил делать персонаж что там наводить сраку на драку есть такая украинская поговорка причем он это делал в те моменты когда мы с ним поругаемся вот мы с ним поругаемся ему надо как можно больше людей привлечь на свою сторону начинает портить мою репутацию у него даже не хватало мозгов подумать продумать что через месяц там мы с ним помиримся все будет хорошо и как ты будешь смотреть в глаза мне и смотреть глаза моей подруги ну и постепенно постепенно в общем это вот как она работала да он приходит что-то мне рассказать это вот она про тебя сказал тут это естественно ты начинаешь на человека злиться а у меня нет такой привычки чтобы я позвонилась и напрямую спросила ты это говорила ты это имела ввиду мне всегда казалось что это как-то стыдно и зачем выяснять отношения просто лучше человеком сразу не общаться и естественно мне подруга звонит и я там ей резко что-то отвечаю и это обижает и она как снежный ком то есть одно за одно и покатилась дальше и потом узнаете как часто бывает ты когда человеке разочаровываешься ты можешь делать какой-то поступок и это наступает точка невозврата так у меня случилось этой подругой детства я ее где-то разочаровала потом она меня разочаровала и в очередной раз когда попросила что-то там нужно было а у нас получилась ситуация у него была свадьба она попросила меня повозить их я в руки без проблем а через неделю я обратилась к ней за помощью мне надо было помочь с дедушкой его в больницу клала я говорю можно там муж будет нас сопровождать и она не выполнила обещание меня этим очень сильно подвела в общем я как-то выкрутилась я уже не помню но вот и после этого это была точка невозврата я с ней перестала общаться но до этого была история которая привела к этому да может быть я сумбурно говорю еще я надеюсь что вы поняли кто не понял пишите в комментариях задавайте вопросы я более точно поясню еще знаете вы когда в трэше находитесь вы же звоните друзьям плачетесь вы носите мозг и сначала люди тебя слушают с сочувствием с пониманием пытаются как-то найти выхода из ситуации потом люди тебя просто слушают из уважения а дальше люди уже тебя не слушают и у них уже свои вопросы тем более кто в этом не было тебя не поймет и в один прекрасный момент мой друг просто мне поставил условия он мне говорит слушай ты достала сколько можно позволять чтобы тебя вытирали ноги если ты к нему еще раз вернешься можешь забыть обо мне о моей помощи моей поддержке сразу удаляй мой номер из своей телефонной книги я тогда сижу в таком раздрае здесь с одной стороны друзья я понимаю что он прав его аргументация на первом месте здесь вроде бы мне сделали предложение мой любимый мужчина и наконец-то у нас будет семья все будет хорошо я тайком мирюсь другу об этом ничего не говорю на шифре буквально проходит два месяца и я получаю очередное предательство невыполнение обещаний так далее по списку друг оказался прав я понимаю что он за меня переживал хотел как лучше для меня но мой косяк это коротко о круге общения кто-то отпал кто-то остался но большая часть осталась со мной про друзей с его стороны я даже говорить ничего не буду благодарю за внимание пока пока